Субтитры создавал DimaTorzok Это набор железной дороги ПИКО, ориентировочно 80-х годов, с которых, в общем-то, все начиналось наше увлечение. Людям нашего поколения вот эти все надписи очень знакомы, они вызывают очень большой трепет, можно его открыть. Да, макет имеет цифровое управление, здесь напряжение до 22 вольт. Каждый локомотив имеет свой цифровой декодер, то есть мы с культа управления можем управлять каждым локомотивом отдельно, его функциями. Например, мы можем отцепить состав, можем поднять пантографы у электровоза, можем запустить дым, включить свет, фары и так далее. Мы можем управлять с помощью планшетов, телефонов, смартфонов и так далее. То есть у нас стоит модуль Wi-Fi, который позволяет управлять поездами с помощью универсальных устройств. Вот цифровой декодер, который стоит, фактически компьютер, отдельно взятый компьютер стоит на локомотиве. Карданные валы передачи на тележке, можете обратить внимание. Здесь стоят лампочки миниатюрные, которые позволяют светить фарам и задним габаритным огням. Железнодорожные макеты, железнодорожное моделирование предполагает знание всех аспектов техники. Это не только поезда и там железнодорожное хозяйство, это и автомобильное хозяйство, и архитектурные какие-то формы, и электроника, и какие-то эстетические понятия, так как выглядит ландшафт, чтобы он выглядел так, как в реальности выглядит. Это настоящий балласт, снятый с железной дороги, с немецкой, и перемолотый, ну специально какой-то кофемолкой. То есть это прототипный балласт. Он лежал на настоящей железной дороге, а теперь используется на масштабной железной дороге. И именно ландшафтные модули, где нет железной дороги, они как раз придают определенный колорит. То есть это, конечно, сделано только для того, чтобы это имело схожесть с реальной жизнью. Вокруг железной дороги всегда все располагается. И как мы всегда и говорим, что мы моделируем не только железную дорогу, но мы моделируем то, что мы видим из окна поезда. С конца 19 века появились первые модели. И более того, первый паровоз был создан как модель, а не как натуральный продукт. Тогда как в Европе или в Америке моделисты собираются, спрашивают разрешение, и они могут облазить, померить. Для нас же самое важное именно измерить, потому что чертежей нет, и мы должны создать чертеж сами. А у нас вот это крайне очень большая проблема. Только в музеях и то там, ну, крайне не приветствуется во всех российских музеях трогать экспонаты руками. Макета 4 на 10 метров, на данный момент примерно 68 метров рельс. Есть идея построить стационарный макет с многоуровневым движением поездов, с движением автомобилей. К сожалению, пока проблема у нас стоит только в финансах. Ну, плановая стоимость, судя по расчетам, составляет порядка 2-2,5 миллионов рублей. Да, у нас именно так мероприятие и называется. Мы устраиваем покатушки, договариваемся. Поскольку макет сейчас в собранном состоянии, мы можем в любое время прийти и покатать. Ну и плюс макет работает по расписанию. Во вторник и в четверг его можно посетить, и также в воскресенье утро. Друзья, дроновки, на первую парку мы прибываем. Прибываем, не доставлю. В мою сторону маневровый сигнал вам открыл. Протаскиваем вагонами. 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 Редактор субтитров А.Семкин